На комиссии прозвучал интересный факт. Оказывается, до 2010 года городские дороги не были даже проинвентаризированы. То есть, по сути, были бесхозными и, соответственно, не было проектной документации на проведение ремонтов. Эта работа НГДИ была проведена только в последние годы и продолжается до сих пор. А как известно, без таких документов ни о каких ремонтах или финансировании ремонтов речи не может быть вообще. Ну и в продолжении темы финансов главный городской казначей Галина Жигальская предложила депутатам внести корректировки в бюджет муниципального образования. Почти к середине года и доходы, и расходы муниципального образования увеличились. Правда, расходы росли несколько интенсивнее, а потому дефицит бюджета есть. Но это вопрос решаемый. С прошлого года в казне остались деньги. Они и перекроют разницу в цифрах и рублях. Дефицит бюджета составит 317 миллионов 811 тысяч. Источником покрытия дефицита являются остатки на едином счете местного бюджета. Самую большую дополнительную прибыль в бюджет принесут платежи за пользование природными ресурсами – 37 миллионов рублей. Также налоги на физические и юридические лица – 22,5 миллиона и еще 11 миллионов рублей будут получены в виде штрафов и возмещения ущерба. С учетом предлагаемых изменений, план по доходам бюджета составит 10 миллиардов 175 миллионов рублей. Расходная часть бюджета города Ноябрьска на 2013 год увеличена на общую сумму 560 миллионов 430 тысяч рублей. Самые расходные статьи бюджета, которые подлежат корректировке, это, к примеру, увеличение ассигнований на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и еще нескольких категорий работников из числа управленцев. На эти цели, ни много ни мало, дополнительно пойдет в 172 миллиона рублей. Единственное уточнение – эти деньги Ноябрьск получит из окружного бюджета в качестве субсидии на софинансирование зарплаты. Еще одна самая весомая статья из расходных касается культурно-спортивного комплекса «Ямал». Из прошлогодних денежных остатков на капитальный ремонт здания планируется добавить 189 миллионов рублей. Однако депутаты засомневались в целесообразности таких трат, да и самого ремонта. Мы влупим деньги, и толку от этого никакого не будет. Будет то же самое, что с ледовым. Тем не менее, по словам администрации, экспертиза здания проведена, проект ремонта подготовлен, и уже на июньских аукционах должен определиться подрядчик, который возьмется за работу. А что касается реконструкции «Ямала», о которой одно время власти очень много говорили и даже предлагали жителям выбрать новый облик культурно-спортивного комплекса, то этот вопрос закрыт. Вопрос реконструкции мы уже закрыли. Нет, пока это мог. То есть реконструкция не получилась, почему? Потому что земельные участки мы могли оформить и привести их в соответствие. Принято было решение с депутатами прочести капитальные решения. В итоге депутаты и городские власти решили вернуться к этому вопросу на заседании Думы. Там же будет утверждаться и план по корректировке бюджета. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.